здравствуйте уважаемые коллеги мне очень приятно выступить перед данной аудиторией с удовольствием вам расскажу об нашем опыте в соревнованиях которые мы проводили среди автомехаников маляров диагностов надеюсь что он будет для вас полезен ну и с удовольствием отвечу на те вопросы которые вы мне сдадите итак немного нашей компании наша компания берет свое начало с 1994 года начали мы заниматься не с сервиса а запчастей причем запчасти эти были был но буквально через два года к нам пришло прозрение того что люди не только детали покупают а еще и хотят их устанавливать поэтому в девяносто шестом году был открыт первый сервис компании евроавто вот и с того года вот этот год положил начало уже открытию следующих сервисов но и развитие дальнейшего на данный момент в компании евроавто 2 работают 27 сервисов в том числе один сервис грузовой все остальные легковые и сервисы располагаются в санкт-петербурге в москве выборге в архангельске великом новгороде в кировске в колпино в ломоносоре вот мы непрерывно развиваемся у нас в разной стадии открытия имеется еще ряд проектов ну и перейдем к основной теме моего доклада соревнования автомехаников как мы к этому пришли первое соревнование мы провели в 2013 году и почему мы решили их провести изначально сама цель проведения соревнований заключалась в том чтобы какую-нибудь изучить кому косяк вот был такой косяк который мы никак не могли побороть да меняешь колодки на старые диски скрипят меняешь диски колодки скрипят решили разобраться почему же все-таки скрип решили разобраться почему же все таки скрип ну и соответственно провести это не просто так а провести чтобы поучаствовали практически все сотрудники которые работают в компании а чтобы это произошло мы придумали соревнования первые соревнования у нас были по замене тормозных дисков и колодок ну вот мы написали чек-лист вот причем очень интересно было когда мы окунулись в эту тему мы поняли что у всех у каждого механика в голове свой чек-лист оказывается как бы ни странно казалось мы думаем что все механики одинаково меняют диски колодки нет они все меняют по-разному вот и в процессе соревнований к нам пришло в том числе это прозрение но мы написали чек-лист соревнований отталкиваясь от рекомендации завода-изготовителя и процент и от ведущих практиков в этой области и решили соревнования сделать правильно вот и с этого я бы я очень папа папа подробнее брать с вами расскажешь попозже да но но что мы выяснили когда начали проводить соревнования мы выяснили что он именно соревнования не только помогают нам разобраться в нюансах каких-то той или иной работы деталей или того или иного последствия которая возникает после ремонта она нам также помогает влиять на качество проводимых работ эти соревнования будут повлияют серьезно на скорость проводимых работ на мы это учитывали что соревнования также имеют имеют эффект обучение персонала и не что так лучше вот сегодня павел выступал и говорил что есть существует проблематика по студентам да но ничто так лучше не объединяет теорию практику как соревнования потому что выступающие должны были не только соблюдать четкий чек-лист да но и работать руками первые соревнования мы проводили на живых машинах впоследствии мы там дублировали мы делали подобные стенды как вот здесь стоит у нас есть похожий да а первые соревнования мы проводили на одинаковых машинах и ребята меняли вот все это дело потом как ни странно как ни странно мы тоже изначально не видели этот момент да мы поняли что соревнования мотивируют персонал мотивирует и мотивирует именно коллектив механиков люди с задором это восприняли люди стремились стать лучшими у себя на сервисе люди стремились стать лучшими в компании вот плюс к тому всех ждали ценные призы по результатам соревнования но и мы такой прям всплеск эмоциональный получили благодаря соревнованиям нам удалось привлечь сотрудников потому что соревнования эти широко освещались и собственно это видели другие автомеханики да и им было интересно и к нам в отдел персонала приходили устроиться на работу вот они видели как это все дело происходит соревнования транслировались во всех филиалах во всех франчайзинговых предприятиях нашей компании вот таким образом мы проявили интерес все таки профессии автомеханик конечно же не обошел стороной соревнований и маркетинг который использовал их в своих целях максимально на сайте в соцсетях как инфоповод для привлечения клиентов на обслуживание как результат после каждого соревнования мы наблюдали увеличение продажа товаров и услуг по той группе собственно среди которой проводили соревнования но вот это те плюсы которые мы увидели сразу чуть когда я расскажу про все соревнования я еще на раскрою ряд преимуществ вот начинали мы с одного а получилось что соревнования они дают очень 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 много плюсов и затрагивают целый вот целый набор он положительных таких вещей и так первое соревнование которое мы проводили как я уже вам говорил над началось это в 2013 году соревнования автомехаников по тормозным дискам и колодкам и был очень такой забавный случай до который мы мы наблюдали после того как провели соревнования лучшее время по результатам показал автомеханик который поменял диски и колодки на одной оси мы говорим про одну ось за 10 минут 46 секунд это это причем от машина стояла на полу до лапа подъемника убраны вот секундомер включился и механик пошел значит делать и время закончилось тогда когда механик опустил машину на пол прокачал педаль тормоза и убрал лапы вот лучший механик сделал это за 10 минут 46 секунд при этом четко пройдя по всему чек-листу не сделав ни одно решение а за какое время мы с вами в сервисе меняем колодки диски полчаса это кстати лучше у нас меняют правильно да спустя где-то две недели после начала соревнований мы их мы начали мы сняли ролик который начали транслировать в торговых залах подходит возмущенная клиент клиентка женщина подходит возмущенная значит и говорит вы знаете я 20 минут назад отдала свой автомобиль на замену дисков и колодок у вас на ролике написано 10 минут 46 секунд то есть сами получили понимаете но но этом но это но это было это было классное замечание то есть мы поняли что на самом деле работают и можно выполнять за такое время надо надо лишь просто подумать каким образом и это кстати время нам указала на то что есть ряд бюрократических моментов которые можно сократить для того чтобы человек ожидал именно то время которое затрагивает автомеханик на вот нас собственно замену дисков и колодок да после этого как раз у нас родился и проект экспресс-сервис об этом говорил мой коллега на предыдущем клубе руководителей где мы обрезали эти бюрократические составляющие вот второй момент который который я заметил у нас один из автомехаников который занял первое место я заметил как он подходит почему он первее всех это было очень интересно вроде бы мелочи на первый взгляд да но эти мелочи оказались достаточно значимыми они позволили взять ему призовое место он всегда перед тем как приступить к соревнованию он как хирург перед операцией раскладывал раскладывал значит весь свой инструмент инструментарий на тумбочке мало того что он тумбочку подгонял к рабочему месту и у него знаете вот инструмент прямо так вот как это там скальпели ножи да вы этих пинцета а у этого там ключики все 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 смазочка для направляющих смазочка для этого все лежит да и потом раз время пошло и я смотрю он находясь на одном месте он просто вот так вот оперирует кладется на место и а другой а другой не выполнял этого и он бегал за ключами туда-сюда потом колесо укатилась куда-то он за ним побежал да я понял что тот его опередил в два раза ровно то есть механик от у которого было все подготовлено он опередил своего коллегу ровно в два раза то есть опять же это нам указал на тот момент над которым надо работать до тойота это называет как там правильный сервис да вот это когда все стоит на своих местах теперь у нас в рим зонах ну и здесь фотографии нет на сервис зонах там все начерчено все вещи мы стараемся все ставить на свои места чтобы не было этих пустых хождений идем идем к следующим соревнованиям следующее соревнование которое мы проводили это соревнование по замене амортизаторов мы не стали мы не стали брать целые автомобили мы придумали вот стойку амортизационную совместно с компанией кая бы это все дело проводилось но здесь мы хотели этими этими соревнованиям указать на то как можно быстро разобрать и собрать стойку потому что до этого у нас было что вот эти вот инструмент для сжатия пружин у кого какой был у кого-то кривой косой мы для соревнования специально приобрели стоечку хорошую которая буквально вот так вот двумя нажатиями сжимает пружину да то есть и позволяет механику быстро амортизатор достать быстро вставить собрать вот то есть мы тренировали то качество автомеханика как он быстро соберет разберет стойку грубо говоря как вот разборка сборка автомата калашникова да потому что мы посчитали что очень много времени автомеханик тратит не с они не на съем стойки с автомобиля и установку а очень много тратит времени когда именно разбирает саму стойку вот здесь в этих сторонах мы тоже добились достаточно таких хороших результатов благодаря использованию этого устройства мы чемпион у нас разбирал собирал одну стойку по полностью за 2 мид 2 с копейками минуты вот это очень хороший результат и еще очень важный момент который на который мы обратили внимание при соревнованиях это то что оказывается оказывается вот нам с вами кажется что это должны знать все да но амортизатор надо прокачивать а у нас даже бывалые механики зачастую делали это либо не прокачивали либо делали это неправильно как на не может такого быть не может не может не может такого возможно у них новая конструкция но однотрубные двутрубные и комбинированные амортизатор прокачивать надо иначе будут стучки и на иначе если у вас останется воздух во внутреннем цилиндре у вас будут стуки на дороге и гарантийный случай пока более того вы когда прокачали амортизатор его нельзя переворачивать вы знаете об этом его нельзя ложить горизонтально ну достаточно посмотреть строение амортизатора для того чтобы понять его работу и понять по откуда будут стуки да я не знаю что говорит сакс да но я не я этого не слышал честно говоря я всегда был уверен что все это знают какой чинаш нужно я всегда это делал сам но оказалось что бывалые механики кто-то делает кто-то не делает кто-то это делает низом вверх кто-то верхом вниз а это тоже очень важно вот эту проблематику мы на этих соревнованиях подняли мы пропустили ну вообще соревнования они примерно занимают где-то два-три месяца то есть пока идут отборочные по станциям да потом выходит финалисты ну и потом где-то мы устраиваем уже там битву титанов и как правило у нас проходит процентов 80 персонала через соревнования то есть мы считаем что а так как они проходят по единому чек-листу и даже те кто остались там говорится за бортом призовых мест они в любом случае все дело правду мы считаем что данные данные стороны позволяют нам убирать те минусы которые у нас были до этого вот но я могу вам сказать что количество гарантийных случаев и обращений по скрипу после замен колодок значительно уменьшилась она в разы ушло у нас сейчас практически нет обращений мы же мы же прекрасно все с вами знаем что скрип же получается нет всегда некачественного фрикционного состава да очень часто скрип это то звуковое колебание колодки которая происходит процессе торможения для чего нужна противоскриптная паста и и кстати мажет кто куда только не мажет но только не на заднюю часть колодки да мы так все тоже на соревнованиях обратили мы этот момент на этот нюанс да и после этого у нас это при у нас подобные подобные нюансы прекратились и так следующее соревнование которое мы делали совместно с компании факт фаг мы меняли ступичные подшипники второго поколения а это было прям такая боль боль когда мы к этому пришли почему потому что оказывается мало это опять же такой переходной период был как раз эти подшипники вовсю да вот на рынок заходили но вот мало того чтобы поменять человеку подшипники дать какую-то гарантию а гарантия у нас как гарантия у нас 10 тысяч пробега там или год да но если ты где-то нарушил тех технологию замены подшипника он проходит 20 тысяч 30 тысяч может быть даже 40 тысяч проходит но 100 тысяч километров он не проходит и мы иногда думали что почему интересно я вот купил машину новую и первый раз я на замену подшипника заехал там через 100 120 тысяч а приехал в сервис поменял почему-то он меня всего 40 50 отходил начали изучать проблему туда глубже эту проблематику когда как раз появились подшипники второго поколения у нас тогда не было специального приспособления честно говоря мы посмотрели чем механики как делают да но они банально неправильно выпрессовывать подшипники да они изменяют внутреннюю обойму это запрессовку заводских параметров соответственно у подшипника у подшипника меняется рабочая сама по поверхность рабочая поверхность трения да и он не выхаживает те километры которые изначально за заложено завод изготовители через замену подшипников мы прогнали весь наш коллектив весь наш коллектив опять же здесь мы не использовали автомобиль мы сделали приспособление кулак закрепили его типа на стойке вот механик берет этот кулак самое главное было выработать в механике у механика необходимость использовать спец спец приспособления ну вот чтобы она у нее прямо до как моторика было чтобы он просто искал и без него не приступал к ремонту вот у нас это получилось теперь все станции технического обслуживания оснащены подобным приспособлением для того чтобы менять эти подшипники воли того она еще позволяет менять их быстрее потому что он позволяет менять подшипники без съема кулака это можно сделать нам на автомобиле а